Здравствуйте, друзья! Вы знаете, что блогерам все время шлют разные ссылки. Вот, зрители наши шлют. И мне присылает, уж не помню кто, на самом деле не один раз, присылает мне ссылку на небольшого блогера, такого немасштабного, девушку Екатерину, у которой там, может быть, 4000 подписчиков. И девушка рассказывает о том, как она вот выбирала там между разными школами, и в итоге оказалась там в портном компьютер-скул на кампусе. И она, может быть, там не очень удачно сравнивает тест-про и кампус, потому что аналогом тест-про был бы мой онлайновый курс, а не мощный большой кампус, где там гораздо дороже стоит и гораздо больше объем. Но не важно. Мы сейчас не об этом даже говорим. Мы говорим сейчас о том, что вот мы когда-то задали этот стандарт, там, три урока бесплатно. Ну да, отлично. Приходи, посмотри, там, и так далее. То есть, я говорю, а вот мне зайдет, а мне что? Мы говорим, да посиди в классе, ну посмотри. А тут еще, когда это все пошло в онлайн, это стало гораздо более актуальным, потому что, получается, ты берешь деньги у человека, а он понятия не имеет, что это. И мы говорим, знаешь чего? Вот, а я смогу, а я то, а я сё. Мы говорим, знаешь чего, чувак, иди в класс, так, три урока, и ты должен определиться, нравится тебе профессия или нет, нравится тебе, как мы работаем или нет, есть ли у тебя время, ресурсы, для этого же, это же необходимо время, чтобы домашние задания делать и так далее. Если ты говоришь, да, я иду и так далее, ты вносишь денежку между третьим уроком и четвертым, ты вносишь эту денежку, там, карточкой там чикнул, или там, по ипалом каким, и всё, и ты студент. Тут тенденция такая, значит, наблюдается, что мы вообще на 25 лет раньше, да, начали это делать, чем вот эти современные, которые там, естественно, лучше нас все, и они тоже там говорят, вот у нас там, пожалуйста, бесплатно два занятия, три занятия, но посмотрите, как интересно изменилась концепция. Концепция такая, деньги вперёд. Если бы я брал деньги вперёд, допустим, пришло 150 человек, и там, ну, типичная статистика, 150 пришло, там 100 осталось. И я бы сказал, Свет, надо там 50 человекам деньги вернуть. Она такая, Миша, ты что, с ума сошёл? Ради чего ты брал эти деньги, чтобы потом их возвращать? То есть, с точки зрения затраченных усилий, там, и так далее, и так далее, это не имеет смысла вообще никакого. Почему же люди говорят, деньги вперёд, а там мы тебе вернём? Тут есть два момента. Это манипуляционная техника абсолютно, как бы, это чистая манипуляция. Если вы хотите быть объектом манипуляции, вы пойдёте на это и скажете, конечно, вот вам деньги там, пожалуйста, манипулируйте. Но первая манипуляция происходит в том, что когда человек уже расстался с деньгами, он как-то говорит себе, ну, потратился. Тем более это не миллионы там, ну, потратился. Дальше он послушал там три урока, и он не знает, то ли он, то ли то, как-то вот он непонятно чего. Значит, если непонятно чего, он должен, у меня, например, он должен мне написать и сказать, я хочу заплатить и пойти по ссылке и провести оплату. Я не буду ему там слать напоминание, я не буду ничего. Я говорю, чувак, ты видел, всё, вот ссылка на оплату, всё, мы с тобой закончили разговор. Значит, но тут можно ему, так сказать, помочь, да? То есть ему говорят, ну, если он уже всё равно заплатил, и вроде как он не знает, и чего, глядишь, может быть, там из 100, там 150, может быть, останется не из 150, может быть, 110 останется. Больше того, там начинается такая история, и я вот из, так сказать, видео девушки, там история такая, она говорит, я хочу деньги обратно. А у них контракт, не то, что она там вообще хочет. Ну, контракт. Она говорит, я хочу деньги обратно. Ей говорят, а почему? А что вам не понравилось? А давайте мы вас перейдём в другой класс. То есть производится следующий, второй этап манипуляционной работы по невозвращению денег. Дальше переходит на третий этап. Ей не отвечают. Она пишет имейлы, ей не отвечают, она звонит, ей не отвечают. Она берёт телефон мужа и звонит оттуда. Ей отвечают. Может быть, совпало. Знаете, бывает так, раз и совпало. Вот. А может быть, и специально не отвечают. И вот, то есть, как бы неизвестно. Девушка там приходит в некоторое состояние перевозбуждения, ей не нравится вот это всё. И она припугивает, что я блогер, я сейчас у себя напишу, я там другим блогерам напишу и так далее. Ей через две минуты перезванивают, и говорят, мы вам сейчас вернём деньги. И эти деньги потом 10 дней где-то в банке, значит, там банк ей не отдаёт, потому что говорит, что их как-то так прислали, что теперь 10 дней, значит, у неё не получается их забрать. К чему я это всё рассказываю? Значит, сегодня, как бы считается, в определённых кругах, что манипуляция есть окей. Манипуляция – это нормально. Без манипуляции ты денег не заработаешь. Как вот в этой книжке, что я там читал по интернет-маркетингу, когда он говорит, что у тебя прекрасный продукт, ты это знаешь. Поэтому надо помочь людям расстаться с деньгами. Если вы спросите, ну, не так в теории, а на практике, что такое вы знаете, что у вас хороший продукт, это значит, что вы на нём зарабатываете. Вы знаете, что вы с этого рубите какое-то бабло. Поэтому, естественно, вы должны сделать так, чтобы человек расстался с деньгами. Ему надо помочь расстаться с деньгами этому человеку. Я лично вот считаю, что от этого пахнет дерьмом. Резко пахнет дерьмом. Под видом бесплатного, под видом, что вот там тебе там три урока там пробные, посмотри и так далее, и так далее. И дальше тебя начинают иметь, понимаете? И всё это делается для того, чтобы ты с деньгами расстался бессознательно, чтобы ты расстался с этими деньгами в результате манипуляции. Потому что сам ты, вот как бы, значит, не в состоянии. У меня немножко другая философия, потому что я нацелен не на деньги, которые мне дадут, а я нацелен на то, чтобы был результат. Потому что тогда уже будет сколько хочешь денег, если уж так об этом. Поэтому я не хочу манипулировать. Я, собственно, и не манипулировал никогда, но я просто говорю, я не хочу этого делать, потому что есть важная связка. Там, где нет студента, там нет учителя. Понимаете? Там, где нет ученика, там нет учителя. Если ученик у тебя вымученный, если ученик у тебя сманипулированный, и он вроде и не уверен, и туда, и сюда, и вроде как неудобно, и вроде как вы говорили, и так далее, это значит, что ученика нет, учителя у него опять же нет, то есть он этот сам по себе, тот сам по себе, и у тебя задача выполнена, он деньги заплатил, а у него никакая задача не решится, потому что там, где нет ученика и нет учителя, нет результата. Вы можете сказать, ну может быть, он передумает, может быть, он как-то вдохновится, может быть, что-то с ним такое там произойдет, я не знаю. Ну, сами понимаете, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому я не хочу такого, которого сманипулировали, я хочу такого, который приходит и говорит, Миша, я хочу вот сюда, да, и я говорю, заходи, будем учиться, будем работать. Я, кстати, и блогеры, вот которые там у меня учились, там, и так далее, я никогда за кем из них не ходил, я не ходил к Алексею Amn USA и не говорил ему, Леша, давай мы тебя вытащим туда, и там, где ты там находишься, из того места, из Союзпечати твоей, в американскую мечту, а ты мне за это что? Он пришел и говорит, я хочу, мне нужна помощь. Я говорю, давай. И Таню генерал, я не, это самое, я не уговорил, и вообще нет ни одного человека, который скажет, что он пришел ко мне учиться, потому что я за ним ходил, я ему что-то обещал, гарантировал, там, и так далее, и так далее. Мне нужен запрос. Светлана Майя, когда изучала вот эти вот, как называется, господи, негроскопы, дизайн человека, human design, есть такая концепция, она когда изучала, то вот мой тип, которому я принадлежу, работает на запрос. Я не солиситор, я не хожу и никому ничего не предлагаю. То есть, если я вижу, что я не востребован, я ищу такое место, где я буду востребован, где ко мне должны прийти, мне должны сказать, Миша, ты нужен, и я бегу спасать. Там наших бьют, я все бросаю, я несусь. Поэтому, я не хочу манипулировать, я сам себя уважать не буду, у меня брезгливость будет по отношению к себе, если я начну манипулировать. Значит, я пытаюсь с вашей стороны на это посмотреть, как бы со стороны нашего зрителя, со стороны людей, которые меняют профессию, которые, ну вообще что-то, какие-то услуги там и так далее. Ну я, конечно, я себя больше вот в образовательном секторе, вот в этом, сменой профессии, там так далее, понимаю лучше. Но, я бы сказал так, значит, есть некий стандарт. Этот стандарт задан Портнов Компьютер Искул 27 лет назад. И, если есть люди, которые хотят отступить от этого стандарта, и мы знаем этих людей, и мы знаем, что они несут на самом деле, и мы видим, что они манипулируют, значит, вы говорите им нет. Вы говорите, я не работаю с манипуляторами, я не ввязываюсь вот в эти истории, в эти ситуации и так далее. Это не мое, это не те люди, с которыми я хочу иметь дело. Если они хотят, по-честному, конкурировать на рынке, без манипуляций, без вот этого дерьма, значит, они говорят, три урока пробные, пришел, захотел, ушел. Ну, в смысле, захотел, заплатил в конце, не захотел, не заплатил. Без вот этого, вот это мерзота. У меня, у меня, может, я старые школы, может быть, я какой-то, я не понимаю, понимаете? Я, наверное, не понимаю, но я не хочу вот в этом мире жить, вот этого вот, манипуляции, мерзости. Кто, кто первым пришел на Северный полюс? Илья Муромед. Вы скажете, почему Илья Муромед? Потому что, если положить достаточно бабла в пропаганду идеи того, что Илья Муромед первым пришел на Северный полюс, пройдет немножко времени, и все будут думать, что Илья Муромед таки был первым. Это чисто вопрос денег, активности и так далее. Там в комментариях, в фейсбуках, там и так далее. Найдется тысяча доказательств, почему это был Илья Муромед, если мы хотим, чтобы это был Илья Муромед. Вот и вот и все. Или там князь Владимир, пожалуйста, ясное солнышко. То есть, кто честная девушка, там допустим, из трех? Та, за которую больше заплатили в пропаганду того, что она честная девушка. Какая школа лучше? Та, которая больше рекламы дает, где она объясняет, что она лучше. Какие критерии еще есть? Жить, вот в этом мире жить, мерзко. Понимаете? Мерзко жить в мире манипуляции, планируемой, организуемой, скоординированной манипуляцией, где тебя как скотину, как рыбу динамитом. Понимаете? То есть, ты тупой, ты урод, ты в этой речке плаваешь, ничь хрена не соображаешь, тебе надо помочь расстаться с бабками. Бах, динамитом! Друзья, я в свою жизнь, не хочу сказать, что прожил, но основную часть своей производственной такой жизни, да, у меня впереди наставничество, у меня впереди какие-то светлые перспективы, на самом деле, я не связан с тем, чтобы зарабатывать на жизнь как-то и так далее. Хотя, в общем-то, я зарабатываю не на одну жизнь, а на несколько, но не важно. Я не этим мотивирован, но я прожил какую-то свою жизнь и прожил ее в относительно приличном мире. В относительно приличном. Конечно, я не дай бог вспомнить советские времена и так далее, но тем не менее, вот то, что мы сейчас видим и в политической жизни, и вот в бизнесе и так далее, и так далее, вот это вот мерзота манипуляции массовым сознанием, в частности, вот в коммерческих целях и так далее, это ваше все, это вам в этом жить. Я уже в этом жить не буду. Тот, кто, допустим, мне палки в колеса ставит, и как бы у меня на глазах там, что называется, наших бьет, да, я ему отвечу. Я им все скажу. Я два года молчал. Я скажу им все. Главное, что я вам скажу. Им-то бессмысленно. Я вам скажу все про них. Но вы выбираете сегодня, в каком мире вы будете жить завтра. Если вы сегодня пойдете к манипуляторам, к лжецам, а я же вам их показываю, я же не то, что там космические какие-то объекты описываю. Вот они, вот их веб-сайты, вот их, значит, видео, которые они снимают, там, или про них снимают, или там заказные статьи, которые, значит, про них пишут и так далее. Вам в этом жить. Если вы хотите в этом дерьме жить, дайте им денег. Они еще больше этого будут делать, появится еще больше желающих этого делать, и уже не останется дядя Миша с его голосом в силиконовой долине, который будет кричать, что же вы делаете, вашу мать.